Больше года Наталья Краус вела войну с Минздравом. Сначала чиновники отказывались выдавать датчики для уровня измерения глюкозы. Тогда женщина пошла в суд и выиграла. Но медицинские функционеры не спешили выполнять решение Фемиды и даже подали собственный иск. Чиновники настаивали, Наталья Краус должна получать препараты только за полсотни километров от дома в Челябинске. Минздрав просто не хочет исполнять решение суда в части обеспечения ребенка по рецептам через аптечную сеть, заставляя нас ездить на большие километры, чтобы получить датчики по решению суда. Юристы и чиновники Минздрава даже пытались оказывать на женщину давление и намекали, что дело пойдет проще, если Наталья напишет отказ от гарантированной помощи для своего ребенка. После того, как не получилось договориться по-тихому, на мать ребенка даже писали заявление в службу опеки и инициативовали внеплановую проверку. Но нет ссылки на то, что мы должны на них выдавать рецепты. Это полностью соответствует территориальной программе госгородства Челябинской области. Окончательное решение суд вынес в пользу матери ребенка диабетика. Решение было вполне предсказуемым. Прокуратура написала отрицательный отзыв не только на заявление больницы. Надзорный орган даже высказал сомнение в законности самого регламента оказания помощи. На сегодняшний день представитель Минздрава сообщила о том, что заключен государственный контракт на закупку системы непрерывного мониторинга глюкозы. И данный контракт будет отгружен в областной аптечный склад, а из областного аптечного склада будет отгружен в аптечную сеть, где я могу по рецептам получить. Впрочем, это не последнее заседание Натальи Краус. Сейчас женщина написала письмо в генпрокуратуру. Она собирается добиться справедливости не только для себя, но и для всех родителей, чьи дети нуждаются в лекарствах и датчиках. Наталья уверена, необходимость регулярных поездок в ЧДКБ нарушает права пациентов. Сейчас в ситуации разбираются областные прокуроры. Юлия Сафронова, Сергей Лейник, 31 канал.